Здоровки, Абига! Погнали посмотрим видосичек! Каждый раз одно и то же. Ты можешь приходить хотя бы ночью, когда я сплю? Не тогда, когда я еду или что-нибудь делаю. Видосы надо ебашить. Вот этими ручками ебашить. О, вот это заебись. Так, блядь, стол, сука, не трогай. Новый стол. Так, я понял. До тебя, как до моего кота, человеческий язык не доходит. Хе-хе. У-у-у-у! Не с места. Или я заварю заложника. Не трогай, сука, стол На, бананчик ешь Можно я заработаю, наконец, нам еще на один банан Хуй с тобой, я все равно, блядь, от тебя так просто не отделаюсь, чувствую И продолжать И сегодня для вас я нашел такой пиздец Там была реклама опять топоров, да? А, нет, там игровая реклама была Мимо которого я просто не имею Верните доктора Дью, у которого была реклама всякой поебени, но только не игр и всего тому подобного Помните эти первые ролики, в которых у него была необычная реклама? И сегодня для вас я нашел такой пиздец, мимо которого я просто не имею права пройти Здесь вам и божественный сюжет находки И неповторимый поиск неисправностей на плате при помощи стрелочного тестера вместо осциллографа Ювелирная пайка компонентов при помощи выжигателя Накоротко замкнутые припои в ноги транзистора Старые новые запчасти, заботливо завернутые в пищевой стрейч Но все это абсолютно полнейшая хуйня По сравнению с установленным вверх ногами дисководом! Что как бы немного не сочетается с попыткой изобразить бурную деятельность того места, где должен быть мозг Не находите ли? И я уже молчу про криво закрученный крепеж И что покрашенные детали блестят так, как будто они не покрашенные И закрашенные надписи на корпусе монитора вдруг снова видны И если вы думаете, что это все Лично у меня к этой жертве некачественной контрацепции один лишь вопрос Как вовнутрь жесткого диска могла попасть грязь и вода? И если вы вдруг не знали, как выглядит низкоуровневая очистка диска от данных, то вот так Нееет! 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 Господи! Нееет! Нееет! Можешь выкинуть нахуй! Выглядит низкоуровневая очистка диска от данных, то вот так Это бесчеловечно! И на этом вот интересном моменте, думаю, не лишним будет запилить нашу новую рубрику Этому двухтерабайтному диску давно херово У нас даже систематически выскакивает сообщение, которое нам об этом говорит И есть дополнительная программа CrystalDisk, которая в реальном времени показывает его состояние И бытует мнение Это как, знаете, когда я подписчику рассказал про то, что, блин, надо большой жесткий диск покупать Он мне сказал, а зачем тебе покупать новый жесткий диск? Купи с Avito жесткий диск Я такой Да Да, с Avito, да? Ну а что? Жесткий диск нормально держится Какая разница, какой марки покупает жесткий диск? Вообще неважно Какая разница-то? Купи любой, который подешевле будет, засунь в компьютер Тебе же все равно на нем данные держать Важные для себя Программа CrystalDisk, которая в реальном времени показывает его состояние И бытует мнение, что если жесткий диск на ходу открыть, то он сдохнет Что мы сейчас и проверим Не говоря уже о том, что этот ебаный енот-полоскун его еще и помыл По-моему, ему херова только что стало Но он еще работает Хочу обратить ваше внимание на один очень интересный феномен Пока крышка, будучи даже не закрученной, лежит на корпусе жесткого диска Он молчит Стоит только ее приподнять Он начинает делать вот так Допустим, каким-нибудь совершенно невероятным хуем образом Ему действительно удалось помыть внутри диск таким образом, чтобы он не сдох Давайте же создадим Идеальные условия, при которых это, возможно, получится и у нас В чем я, конечно же, не уверен Для того, чтобы вы максимально прозрачно представляли, насколько важно внутри диска сухое и чистое пространство Внутри него вставлен даже специальный адсорбент влаги Такой большой шприц Ну, вот условно наш диск помыт Конечно же, ничего здесь я сейчас елозить не буду Поскольку, если я это сделаю, ему точно окончательно будет пиздец Поэтому наша задача сейчас откачать отсюда воду Попытаться все это дело высушить и проверить, а будет ли это теперь работать В чем я лично сильно сомневаюсь Ну что же, посмотрим Ну что, звукан только что был не очень Диск не обнаружен Для тех, кто до сих пор ничего не понял, объясню максимально популярным языком Диску пизда Ну давайте же себе на секундочку представим совершенно фантастическую ситуацию При которой у нашего дорогого автора диск не наебнулся И здесь возникает другой вопрос А может ли чисто теоретически Вовнутрь абсолютно герметичного, внутри сухого и чистого диска Попасть каким-то образом в грязь? Для проведения данного эксперимента Нам понадобится снова собрать диск до кучи Не может Да блин, ну каждый же Ну все же Я не знаю Неужели найдутся люди, которые действительно поверят в то, что Реставратор действительно там достал такой диск уебанный в хлам И помыл его Неужели есть такие, кто поверят в это? Для этого нам понадобится создать Бля, ну даже школьник же не Ну даже, ну блядь, ну даже школьник в это не поверят Ну вы издеваетесь Ну это же, блядь, это же, это же Ну это не, ну, ну как, ну Я не верю, что такие люди существуют, которые могут в эту хуйню поверить Я и знаю Бля, я, я, я не знаю Ну как? Ну, ну как? Ну как, 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 как можно в это, блядь, поверить вообще? Я понимаю, что дью сейчас для очень такой, прям, разжевывает для людей, которые действительно верят в эту хуйню Я, я не знаю, я поражаюсь иногда Для диска максимально неблагоприятные условия Мне кажется, даже ваша бабушка с дедушкой знают, что так, так диску жесткому придет пизда, если его помыть И откуда там взяться такой грязи? Я думаю, 5 минут для максимального понимания предела его герметичности И, 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 эм И нам хватит 5 минут later Внезапно! Забавно, что даже через отверстие, через которое выходит шлейф, тоже совершенно ничего не попало Ну, резинка, конечно же, грязная Это хорошо видно Также точно хорошо видно грязь и снаружи, но внутри по-прежнему чисто И в качестве эксперимента, если у кого-нибудь из вас есть старый убитый диск Можете попробовать прикоснуться к его поверхности пальцем А потом след от своего пальца попытаться вытереть Я боюсь, у вас нихуище не выйдет И все же, почему же так важно, чтобы внутри диска было сухо и чисто? Во-первых, потому что здесь охуеть какая плотность данных И на самом деле здесь не один диск, а два И четыре головки на каждую из сторон диска И если вы вдруг не знали, то считывающая головка поверхности диска на самом деле не касается А летает на минимальном расстоянии Ну а для того, чтобы вы себе максимально прозрачно представляли соотношение размера головки и расстояния до поверхности диска То если представить головку как Boeing 747, то он бы летел над поверхностью на расстоянии 20 сантиметров Именно по этой причине никакого мусора на поверхности диска, а тем более воды вообще никак быть не может и не должно И в случае с нашим видосиком весь видос Наебахтунг! К этому театру человеческого долбайбизма у меня остался еще один вопрос Насколько безболезненно можно помыть кисточкой материнскую плату и че Помыть материнскую плату, да-да-да Аналогично, тоже Перед началом эксперимента убедимся, что компьютер еще живой Ух Жесткого диска, а разумеется и винды в этом системном блоке нету Но поскольку вы видите на экране BIOS, это говорит о том, что материнская плата жива и процессор работает Сейчас мы Да, наверное знаете, наверное зря страдают хуйней Люди, которые чинят компьютеры, да, зачем они используют спирт Для чистки, да, наверное Можно просто воду, ферри и губку Как в видосах реставрации Экране BIOS это говорит о том, что материнская плата жива и процессор работает. Сейчас мы выкорчуем системную плату и макнем ее как следует в грязь, после чего попытаемся отмыть и как следует поелозить кисточкой по чипсету. После этого мы соберем ее до кучи и посмотрим, а заведется ли. Погнали. Сейчас, подождите, я, я, я сейчас, я сейчас, сейчас, я, я сейчас соберусь с мыслей. Блядь, найдутся же люди, которые верят во всякую хуйню. Пойдем. Видосик плата была в сухой грязи, которая до этого была мокрой, поэтому сейчас попытаемся максимально приблизиться к условиям видосики. Да, надо грязь подсушить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все потому, что вода не дождевая, да? А-а-а! Термопасту надо не забыть нанести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Момент истины. О! Завелось, а? Нихуя себе. Все, что я могу сказать в данном случае... Оно еще может работать. Это то, что в нашем конкретном случае система каким-то хуем образом завелась. Но здесь есть целая куча переменных. Таких, как тот факт, что мы не купали видеокарту. Мы не купали оперативную память. И мы не купали в грязи блок питания. И еще плюс ко всему у нас чипсет совершенно другой конструкции. Нужно не забывать, что в нашем случае материнская оплата... Ух, материнка какая реально... О, кстати, да, с чатом соглашусь. Материнка реально гигачат просто. У нас чипсы... Такой пиздец пережить сейчас не каждая материнка сможет. ...совершенно другой конструкции. Нужно не забывать, что в нашем случае материнская оплата не минут... Но видеокарта точно не выдержит такой хуйни. Не, видюху лучше не надо. Пожалуйста, с видюхой не надо. ...то не лежало в грязи. Мы ее сразу макнули, высушили и помыли. В их же случае преподносится все так, как будто данный системный блок валялся целую неделю, а может быть и больше где-нибудь в говне, и где могла произойти коррозия дорожек и всех остальных компонентов. И там совершенно неизвестно, как на самом деле обстоят дела. Так что то, что получилось у нас, ни хера не может получиться в каком-нибудь другом случае. Так что снова и снова это очередное наебалово, которое совершенно не соответствует реальности. Поэтому не ведитесь на это говно. Ссылочку на нашего дорогого реставратора я, конечно же, оставлю в закрепленном комментарии. Можете прийти и насыпать ему лайков. До следующих разоблачений и экспериментов. Не, просто я... Просто я понимаю, почему Дью это показывает. Я просто... Я говорю, я не верю, что существуют люди, которые действительно верят в то, что после промывки материнки она будет работать. Либо промывки чего-либо она будет... Я просто не верю, что такие существуют вообще в принципе. Это же нереально. Это кто вы, люди? Кто вы? Что вы? Как вы вообще можете? Ну, я не верю. Ну, не может такого быть. Ну, не могут быть таких людей. Ну, все же прекрасно понимают, что... Помыть материнку водой с мылом или после грязи пизда материнки до свидания. И в такой грязи она не может запачкаться, как бы в принципе, как и жесткий диск внутри. Ладно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok